замена что хочу сказать тихая смена матки очередная дополнение еще как использовать эти маточники в других семьях и сейчас будем осматривать эту семью и по ходу действия будем пояснять как их использовать итак посмотрим что здесь у нас сотворилось почему первое почему происходит тихая смена тихая смена происходит в настоящее время взяток очень плохой и семья хочет запастись медом на зиму так как взяток плохой они хотят заменить матку происходит около месяца где-то 25 дней и пока выведется новая матка пока начнет сеять вот а старой не дают сеять сокращают яйцекладку загоняют ее специально на подготовленные мисочки чтобы она заложила тихую смену и так пчелы не густо очень мало пчелы вот мы пришлось это самая часть расплода поднять наверх вот пожалуйста посмотрите немножко тут чего и практически нету ни с чего тут как говорится не не то что как говорится на районе тяну и смотреть нечего смотрим дальше что у нас тут такое ниже посмотрим вот что у нас на низу есть это это семья не на районе полтора корпуса корпусы пчелы этой семье только так сказать развиваться и развиваться ну так как взятка нет они решили произвести замену вот сейчас мы посмотрим что у нас тут есть правда ли это замена или это что-то другое тихая смена и так временно отставляем одну рамочку чтобы можно было перемещать и смотреть что у нас есть взятка нету поэтому они не жаждут температура на дворе свыше 30 градусов по цельсию влажность вот рамки полупустые практически все высосали даже воровки лезут в семью чтобы где-то что-то своровать нету взяткой поэтому они резко сокращают матки яйцекладку иногда если вы не будете заглядывать в вашей семье окажется очень мало пчелы потому что взятка не было оставшаяся пчела как говорится вы сдохла а новая не народилась потому что пчелы сократили такая вот погода в этом году вот смотрите немножко меду заложили эта семья вот видите заложили меда потому что не давали матки сеять заложили практически видите как вот так вот на зиму и мед этот нельзя брать потому что это уже они к зиме готовятся вот может что-то добавим ну надо побуждать побудительную прикормку давать некоторые пишут что на акации даже сахарным сиропом прикармливали так что этот год аномальный очень серьезный вот посмотрите расплодик видите это червячки червячки засеяна расплодиком вот немножко меда с краю вот тут вот смотрим сюда и здесь та же самая ситуация меда немножко вот тут с краю и расплодик как говорится 1 рамочка расплодика смотрим дальше вот посмотрите пожалуйста маточник заложены вот неизвестно что там внутри мы пробуем сковырнуть чтобы нам увидеть точно что там да что там у нас есть секундочку я не вижу яичко видишь ясечко нет нету яичко тут еще тут яичко еще я не вижу нема вот это чисто медовая возможно что она попозже заложит но они уже его подготовили под закладку как говорится видите медовая полностью медовая не дают сеять дальше смотрим что у нас тут такое от этой семьи я уже два маточника вырезал вырезал два маточника здесь ничего нету вот потому что часть расплода с маточниками я поставил наверх а матка здесь осталось бегает я не вижу где она сбежала где-то здесь это яички засеяны вторая рамочка с яичками как говорится и смотрим дальше вот маточник пожалуйста посмотрите вот и матка бегает рядышком видите матка вот она побежала вот она красавица вот она эти а вот и маточник посмотрите посмотреть надо внутри есть что там до червячок видно белый сидит червячок белый хороший маточник мощный на замену посмотрите не свищевой как говорится с мисочки так свисает сверху вот смотрим дальше с другой стороны другой стороны нету ничего как видите расплоду не густо рамка легкая это говорит о чем это говорит что взят как маленький маленький едва поддерживающие и чтобы не помереть пчелы взяла и торопятся сменить матку вот хотя она сеет неплохо смотрим что здесь у нас вот еще маточник обнаружили пожалуйста смотрите запечатанный хороший маточник вот видите уже вот 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 выйдет вот куда его деть вот так посмотрел человек говорит ну куда его деть что с ним делать вот пока временно отставим сейчас его а потом расскажем что с ним делать и так смотрим во втором корпусе я тут отставлял матка значит у нас на первом корпусе осталось а пусть она там еще продолжает сеять хоть немножко это пустая рамочка вот во второй корпус я отставил когда смотрел эту семью рамочку вот пожалуйста вот еще один маточник у нас тут стоит пожалуйста смотрите вот он осталось чуть-чуть его запечатать на вид он очень красивый вот когда они его запечатают я его вырежу вот так очень легко вырезается и ставлю сбоку и на вот еще маточник вот видите вот червячок и он это полупустой по видимо мы яичко там есть вот три маточника мы обнаружили один закрытый а остальные не закрытый это труд не на краю немножко трудней как говорится и так три маточника это не роение семья практически пустая вот взятка нету им некуда роиться вот что мы сделаем сейчас и так друзья покажу что нужно делать тема . мы нашли рамочку с медом отставляем ее в сторонку с пчелами с этой семьи где матки дала матка заложила маточник на тихую смену которую мы хотим вырезать маточник вот он нам нравится и мы его будем сейчас вырезать вот пожалуйста и влепим сюда эта семья с удовольствием его обогревает потому что она нуждается в этом маточники вот ну чтобы они нам не мешали мы их немножко прогоним и спокойненько попробуем вырезать вот этот маточник вот конечно он в середке ну что сделаешь придется вырезать хочешь не хочешь чтобы сохранить ничего страшного рамки они у нас натянут еще и это им как раз еще мисочку сделать здесь будет хорошо вот пожалуйста мы его вырезали хороший маточник вот можем пока сюда эту рамочку отставляем почему вырезали кто-то задаст вопрос сейчас я расскажу почему мы вырезали я хочу его прилепить вот сюда вот сюда хочу прилепить середочку мы его сейчас в середочку прилепим правда одну пчелку мы придавили ну ничего страшного чтобы он тут у нас стоял как говорится вот так немножко папа подмяли или прилепляем этот маточник сюда вот смотрите раз прилепили он на месте прилеплены по центру так хорошо сидит пчелы его сейчас вот пожалуйста смотрите пчелы начали его облизывать мы их сейчас немножечко это самое сюда это самое подгоним чтобы они это самое могли побольше набраться вот 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 так 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 Гарантия 100%. Теперь ставим любую семью на второй этаж, где мы хотим просто сохранять матку. Итак, если у вас есть лишние маточники, накрывайте такой вот клеточкой на 2 мм. Пчелы, которые, как говорится, внутри, они от этой семьи, а другая семья ничего им не сделает, потому что, хочешь не хочешь, они этот маточник будут обогревать, как говорится. И ставим на другую семью, открываем другую любую семью, которая нам нравится и куда мы хотим заменить. Итак, сейчас мы глянем, что у нас нравится и где мы хотим заменить. Вот ту семью поставим сейчас. Вот в эту семью поставим. Эта семья у нас... Ну, я хочу заменить здесь матку. Матка на первом этаже сеет, а на втором этаже у нас они здравствуют, так сказать. Полупустые рамочки и ожидания меда тут лазают, вот как говорится. Теперь берем вот эту рамочку. Вот, видите, с клеточкой. Там находятся пчелы, которые укомплектуют тот маточник. Будут его обогревать. Вот, посмотри сюда с этого края, видно, сколько их там достаточно, чтобы обогреться. Вот, и все. И ставим. Итак, любой маточник сейчас вы можете подставить, потому что, как говорится, даже на медовый корпус, на медовую надставочку можете поставить. Вы не будете иметь проблем. Где у вас мед и у вас в запасе всегда будет матка, пока она выведется. Это, значит, вам займет время. Ну, если девять, вчера запечатали маточник, то это девять дней прошло. Значит, матка шестнадцать дней выводится. Семь дней она будет, допустим, в маточнику. Ну, и еще пять дней. Итого, двенадцать-пятнадцать дней закрытый маточник может здесь стоять. Вы не имеете никаких проблем. Вот, если матка выйдет, вы можете сделать отводок. Можете старую матку убить, потому что они привыкнут к этой. А ее выпустить. И вся ситуация. Таким образом, у вас получится тихая смена в любом улике. В любой семье вы можете произвести тихую смену на хороший маточник. Итак, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи вам. Если у вас это происходит, не стесняйтесь, делайте, задавайте вопросы. Снизу, если хотите купить такие клеточки, там есть, где написано. Покупайте и используйте. Это будет вам во благо и в успех. Вы везде можете заменить на всех семьях маток на хорошие матки тихой смены. До свидания. До следующего видео. А это волки обрезают. Ты можешь ее подключить. Каждый работает на свою работу. Молодец. Дай секундочку. Дай секундочку. Дай секундочку.